Любовники пустыни Продюсеры Андрея Сантамария и Лусера Венегас Режиссеры Давид Росада и Агустин Рострепо Да, я влюблен, Барбара. Влюблен с первого дня, как увидел тебя. Альхандро, я... Пожалуйста, не говори ничего. Я не прошу, чтобы ты ответила мне взаимностью. Просто я не могу больше держать это в себе. Говорят, что мы, психиатры, очень спокойные люди и можем контролировать свои чувства. Но эта любовь изменила меня. Я должен был сказать тебе это. Мне это было нужно. Потому что я чувствовал, что обманываю тебя. Я использовал свои профессиональные навыки, чтобы завоевать тебя. Хотя я понимаю, что между доктором и его пациентом не может быть никаких отношений. Альхандро, ты меня смущаешь. Смущаю. Похоже, мне пора идти к друзьям. Альхандро, подожди. Мне очень приятно, что такой прекрасный человек, как ты, обратил на меня внимание. Ты очень много для меня значишь. Я очень благодарна тебе за помощь. Но я запуталась. Итак. На этом закончим, Агустин. Твоя агония будет долгой и мучительной. Никто не придёт сюда. А если бы и пришёл, тебе всё равно уже никто не поможет. Здесь нет врача. Так же умирала синьора Эстер. Никто не мог помочь ей. Не смотри на меня так, Агустин. Я тоже буду долго мучиться. Страдать от того, что ты мне сделал. С единственной лишь разницей, что я буду жить, чтобы забыть тебя. Я забуду тебя, Агустин. Агустин, любимый. Любимый. Мы могли быть так счастливы вместе. Да, чуть не забыла. Я заберу твою машину. Она тебе уже не понадобится. Барбара. Барбара. Да, доктор. Нет, я больше не доктор. С этого момента я Луис Филипп. Я хочу, чтобы мы были друзьями, договорились. Я хочу сказать... Да, Луис Филипп. Я никогда не умел просить прощения. Моя мама была глухой? Да, глупая ко всему. Она никогда меня не слушала. У тебя отличное чувство юмора. Уверена, Алехандро, очень приятно работать с тобой. Конечно, приятно. Думаю, ему очень повезло. Просто он никогда не говорит об этом. Ты же знаешь, какой он застенчивый. Барбара, я на самом деле хотел попросить у тебя прощения за все. Я ведь наговорил о тебе столько неприятных вещей. Нет, не волнуйся, я все понимаю. Никто не знает меня. Даже я сама. И каждый может подумать что угодно. Это все из-за моей дружбы с Алехандро. Он очень много работает, чтобы добиться того, что имеет сейчас. Одна ошибка, и все коту под хвост. Я все понимаю, правда. Поэтому вчера я избежала. Я не хотела, чтобы из-за меня у него были неприятности. Он не заслужил это. А куда он пропал? Он так радовался празднику. Черт возьми. Синьорита Камилла, кто бы мог подумать, после всего... Микаэла, наконец, разоблачена? Да, но у нас пока нет доказательств против нее. Поэтому мой папа и должен схватить ее с поличным. Он хочет стать следующей жертвой, чтобы ее разоблачить. Кто бы мог подумать. Дон Агустин, всегда такой беззаботный, оказался спецагентом правительства. Поэтому она и называется тайная полиция. А как еще он мог обмануть Микаэлу? Она чует полицейских за километр. В любом случае, это очень опасное задание. С Микаэлой шутки плохие. Мой папа знает это и предпринял все меры предосторожности. А полковник Сантана знает обо всем этом? Нет, он ничего не знает. Папа ничего не сказал ему, так как не знает, как дядя отреагирует. Если он расскажет ему всю правду о Микаэле, полковник не поверит. Бедный полковник. Как ему должно быть сейчас плохо? Представьте, он был директором Форальона, а теперь заключенный. Тем лучше, Грисельда. Думаю, жить под одной крышей с такой женщиной еще хуже. Да, да. Завтра отец летит с Микаэлой в Мехико, чтобы пожениться. Так только они уедут, генерал Леон, который в курсе всего, освободит моего дядю. Не могу даже представить, что будет с ним, когда он узнает всю правду. Он подумает, что его предали и возненавидит Агустина. Праздник удался? Да, спасибо. Обманщик. Нет, правда, я отлично провел время. Более того, это лучший день рождения в моей жизни. Я очень благодарен тебе за чудесный праздник. Мариаччи и факелы – отличная идея. А клюшки для гольфа тебе понравились? Очень. Я позабочусь, чтобы ты ими пользовался. Это что, терапия? Конечно, доктор. Вам нужна терапия. И я прослежу, чтобы вы выполняли все предписания. Знаешь, Элехандро, мне страшно. Почему? Мне очень хорошо с тобой. И я боюсь этого. Я боюсь причинить тебе боль. Не знаю, почему. Давай попытаемся преодолеть твой страх. Как? Будем вместе. А потом? Что потом? Если я не смогу. У меня ведь есть прошлое. Мы справимся вместе. Я не хочу страдать. И я не хочу причинить тебе боль. Алехандро. Да? Что с нами происходит? СПОКОБИЛЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 Можно подсесть к вам? Столовая для всех Я говорил с генералом Леоном Он сказал, что вы забрали заявление против меня Спасибо Не за что Это ради Барбары Мы же договорились Конечно, полковник. Надеюсь, судья оправдает меня. И скоро я буду свободен. И смогу найти Барбару. Ты так уверен, что тебя оправдают? Появились новые доказательства моей невиновности в смерти Рафаэля Негрета. Хавьер на моей стороне. Хавьер Негрета, ты действительно ожидаешь чуда. Надеюсь, ты сдержишь слово, когда будешь свободен. Что я вижу? Кошки едят с собаками? Кошки едят, а собаки охраняют. Андреас Бустаманте, в чем дело? Ты пойдешь со мной. Я получил приказ проводить тебя в камеру, чтобы ты переоделся. Ты поедешь в Эсмеральду на суд. Я сдержу слово, полковник. Не сомневайтесь. Спасибо вам за все. Бустаманте. Удачи. Доктор, вы правда считаете, что дела Андреаса так плохи? Боюсь, что очень. Я только что узнал, что доктор Серхио Гарсио привез из столицы свидетелей, чтобы выступить против Андреаса. Что за свидетели могут навредить Андреасу? Эти люди не имеют непосредственного отношения к убийству, но они были свидетелями перепалок между Андреасом Бустаманте и Рафаэлем Негрета. Доктор Серхио сможет доказать с помощью этих людей, что у Андреаса были причины убить отца Хавьера. Он прибег к этой уловке на прошлом суде, и, как мы знаем, вполне успешно. Это уж слишком. Как этот убийца смеет обвинять Андреаса? Доктор, должен же быть способ помочь ему. Нет, сеньорита, боюсь, что нет. Помочь Андреасу сможет только Хавьер Негрета. Но мы не знаем, где он. Вся надежда только на него. Простите, что вмешиваюсь, но я думаю, что Грисель да права. Я хорошо знал Хавьера, он не из тех, кто убегает. А Беларда, Исабель нам не лжет. Она хороший человек. Не думаю, что она будет обманывать нас. Она не допустит, чтобы Бустаманте несправедливо обвинили. Да, да, она хорошая женщина, но ни для кого не секрет, что она влюблена в Негрету. И чтобы он избежал публичного позора и тюрьмы, она решила спрятать его у себя дома. В этом и есть здравый смысл. Вы отправляетесь на суд, а я пойду к Исабель и поговорю с ней. А я оставлю Андреету соседкой. Сеньорита Камила, хорошо бы вам удалось привезти на суд Хавьера. Как я уже говорил, его присутствие очень важно на суде. Только он может помочь Андреасу. В противном случае он может провести в Форальоне остаток своих дней. Я отведу Андреету к соседке. Я ничего не говорила ей о суде, чтобы она не волновалась. Ты правильно сделала, спасибо. Чем меньше она знает, тем лучше. Да? Да. Камила, почему ты так нервничаешь? Прости, что спрашиваю, но ты все еще влюблена в Андреаса? Ты не отказалась от него, да? Да, ты же знаешь. Но я не могу предать Барбару, тем более сейчас. Я знаю, что ты не способна предать ее. Ты прекрасно справляешься со всем. Они не смогут отблагодарить тебя. В этом нет необходимости, Грисельда. Я делаю это по велению своего сердца. Но я беспокоюсь не только об Андреасе. А о ком еще? О моем отце. Меня не покидает чувство тревоги. Сердце щемит. Ему грозит опасность рядом с этой ведьмой Микаэллой. Почему бы тебе не позвонить ему, прежде чем он уедет? Это тебя успокоит. Ты думаешь? По крайней мере, я поговорю с ним. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он не отвечает. Наверное, они выехали в аэропорт пораньше. Не беспокойся. Уверена. Дон Агустин позаботится о себе. Я надеюсь, Грисельта. Но если с папой что-нибудь случится, я умру. Субтитры создавал DimaTorzok Простите, капитан, но при всем желании я не могу уделить вам ни минуты. Скоро начнется суд против Бустаманте, и мне надо еще подготовиться. Об этом и я хотел поговорить. Мои люди сказали, что он выглядит очень спокойным, как будто уверен, что снова вздохнет воздух свободы. Действительно так думает. Не беспокоиться, ему не видать свободы. Единственный, кто мог бы помочь ему, Хавьер Негрета. Но он исчез, не сказав ни слова. О чем ты говоришь? С какой стати ему защищать Андреса? Долго объяснять. Но все под контролем. Надеюсь, ты не обманываешь меня, жалкий адвокатушка. Успокойтесь. Я говорю правду. Бустаманте, мне нужен в тюрьме. Этот несчастный не выберется на свободу ни при каких обстоятельствах. Ты понял, Атар? Успокойтесь, мой капитан. Он проведет в Форальоне много-много лет. У меня есть несколько свидетелей из столицы. Они не оставят ему шанса. Я все хорошо продумал. На этот раз его окончательно судят, и он проведет остаток дней в Форальоне. Так и будет. Не сомневайтесь. Вот что произойдет, если Хавьер не появится, Исабель. Пожалуйста, будь откровенно со мной. Камила, клянусь, я не прячу Хавьера. Вчера я даже подала заявление о его исчезновении. С ним могло что-то случиться. А может, он подумал обо всем хорошо и решил уехать подальше отсюда. Но мне кажется, это очень странным. Когда он приходил ко мне, то был похож на человека, который хочет исправить свои ошибки. Не могу поверить, что он сбежал. Он исчез, не сказав мне ни слова. И не взяв свои вещи. Мне кажется, это очень странным. Камила, не знаю, смогу ли я помочь чем-нибудь, но я бы хотела выступить на суде за Бустаманты. Я могу рассказать все, что мне говорил Хавьер. Исабель, большое спасибо. Я поговорю с адвокатом Рандоном, посмотрим, что он на это скажет. Нам сейчас нужна любая помощь. Андреас уверен, что выйдет на свободу. Он еще не знает, что у нас нет аргументов в его защиту. Готов, Бустамант? Мне бы не хотелось вести тебя в Эсмеральду в наручниках, но я должен. Не беспокойтесь, генерал. Надеюсь, вы в последний раз надеваете на меня эти наручники. Я был бы рад этому, хотя Фаральон потеряет хорошего врача. Фаральону не нужен врач. Здесь не хватает справедливости. И если я выйду на свободу, я буду бороться за это. Поговорим об этом потом. А сейчас иди. Тебя ждут. Бустаманте! Тихерас, пожелай мне удачи. Я желаю тебе огромной удачи. Ты не должен находиться здесь. Но, надеюсь, ты не забудешь о нас. Спасибо, Тихерас. Ты много сделал для меня. Я у тебя в долгу. Пока мы не выиграем сюда, рано праздновать победу. Ты выиграешь. Вот увидишь. А если нет, мы сбежим. Или нет, генерал? Конечно, и я вместе с вами. Позади. Я должен. У меня получится. Благодаря пузырьку с ядом, который нам дала Барбара, в лаборатории смогли установить, что это за яд. И сделали противоядие. Возьмите его, комиссар. Зная Микаэло, можно предположить, что это лекарство спасет вам жизнь. Я должен до него добраться. Я должен. Я должен выпить противоядие. Микаэло, ты не убьешь меня. Агустин, прости меня. Ты умираешь, потому что я знаю, кто ты. Я все знаю. Давай, Агустин. Сделай это ради Камилы. Ради своей дочери. Давай. Папа, не забывай, что Микаэло опасная женщина. С ней шутки плохи. Если она узнает о твоих планах, страшно даже представить, что она сделает. Я достану лекарство. Я должен. В чем дело? Посмотри, который час. А ты еще не встала и не оделась. Что с тобой? У меня болит голова. Детка, тебе принести таблетку? Нет, не беспокойтесь. Уверена, после завтрака она пройдет. Тогда я приготовлю тебе вкусный завтрак. Чуть не забыла. Я же пришла отдать тебе записку от Алехандро и чуть не ушла. Записку? Да. Он уехал рано? На рассвете. Пойду приготовлю завтрак. Наверняка. Это головная боль от голода. Вчера я не хотел говорить тебе, но я не могу врать. Я уехала, чтобы узнать все о твоей жизни. Когда я вернусь, то буду знать, кто ты. Но это не изменит моих чувств к тебе. Я вернусь, и я жить За здоровье. За здоровье. Иди сюда, дорогая. Я приготовила тебе вкусный завтрак. Пожалуйста, съешь всё. И выпей этот сок из папайи и апельсина. Там одни витамины. Простите, Доня Ракель, но эта боль сводит меня с ума. Я плохо себя чувствую. Милая, съешь что-нибудь, тебе станет лучше. Хорошо, я выпью кофе. У меня кружится голова. Боже мой. Надо же было, Алекандро, уехать именно сегодня. Не беспокойтесь. Я выпью таблетку, и всё пройдёт. Я сейчас принесу. Теперь я понимаю, почему Алекандро настоял на медсестре, которая о тебе позаботится. Он ничего не говорил мне. Наверное, забыл. В любом случае, он прав. Потому что сейчас я не знаю, что делать. Я не вижу необходимости. Как это не видишь? Посмотри. Ты ещё не здорова. За тобой нужен уход. Скорее бы, Алекандро привёл к нам эту медсестру. Доброе утро, сеньорита. Я ищу Адриано Сальседа, старшую медсестру. Она сейчас занята. А кто её спрашивает? Мануэла Суарес. Она позвонила мне вчера и попросила прийти на собеседование. Повторите, как ваше имя? Мануэла Суарес. Да, да, у меня записано. Адриана просила дождаться её. Вы будете присматривать за Барбарой, пациенткой доктора Алекандро Гарсия. Она ведь пациентка этого выдающегося врача. Зачем нужна ещё и моя помощь? Вы должны знать, что это необычный случай. Пациентка сейчас не в больнице. Она дома у доктора Гарсия. Простите за любопытство, но почему это необычный случай? Потому что у неё амнезия. Да, да, мне что-то говорили об этом. Вы присаживайтесь, и я сообщу Андриане, что вы здесь. Спасибо, вы очень любезны. Кармен, не беспокойся. Твоя дочь не первая, не последняя, кто разводится. Я знаю, но я не могу увидеть свою дочь такой расстроенной и грустной. То, что она вышла замуж за Тони, было большой ошибкой. Кармен, не начинай сначала. Этого уже не исправишь. Посмотри на меня. Я одна ращу сына. Твоя дочь молода, и ещё устроить свою жизнь. Не знаю. В доме не хватает мужчины. Исабель, я восхищаюсь тобой. Если в семье что-то не складывается, лучше развестись. Посмотри на меня. Я не хотела возвращать Хавьера ради сына. Это несправедливо. Но мы вместе. Была бы у моей дочери твоя храбрость. Кармен, я повторяю ещё раз, не беспокойся. Твоя дочь очень скоро встретит новую любовь. Извини. Я бы и рада с тобой поболтать, но мне пора на суд. Ты уверена, что хочешь пойти туда? Но, конечно, Хавьера нет, и я не могу допустить, чтобы свершилась несправедливость. Послушай, Кармен, я должна это сделать. Хавьер тоже был жертвой, и я должна защитить его. А сейчас я поговорю с сыном, чтобы он хорошо вёл себя с тобой. Не беспокойся, твой сынишка спокойный мальчик и не доставит хлопот. Да, но он ребёнок, а сейчас он стал таким непоседой. Спасибо, что согласилась присмотреть за ним. Не за что, мы же подруги. Ни о чём не волнуйся, Исабель. Хавьер, дорогой. Где же он? Он на улице. Нет, нет, я только что оставила его здесь, но он исчез. Не волнуйся, Исабель, он, наверное, играет на улице. Нет, нет, он всегда дома, я не разрешаю ему выходить без меня. Где же мой сын? Хавьер! Хавьер Эдуардо! Хавьер! Хавьер! Девушки отдыхают В семье Сантана, не знаете, где это? Нет, я никого здесь не знаю Я приезжаю сюда только работать Хорошо, я спрошу кого-нибудь, кто живет здесь Послушайте, сеньор, почему бы вам не спросить в баре? Уверен, там вам дадут любую информацию об этой семье В барах все все знают, тем более в баре Смиральда Да, спросите там, спасибо Не за что Простите, я вынуждена оставить вас Пойду поищу Адриану Подождите, пожалуйста Спасибо, не беспокойтесь, я подожду Удачи вам Всего хорошего До свидания Простите, это консультация доктора Лехандра Гарсия? Да, да, медсестра из приемной вышла на минуту Садитесь и подождите Хорошо А вы пациентка доктора Гарсия? Нет Вы устраиваетесь на работу? Вы тоже медсестра? Я? Нет, что вы Хорошо Я беспокоилась, что вы тоже пришли на работу И мы будем бороться за это место Это очень выгодное место Хорошая зарплата Бесплатное жилье А у вас есть работа? Не беспокойтесь Я четыре месяца искала работу Кошмар Ну, такова жизнь Я рада, что теперь все нормализовалось Что я буду работать с доктором Гарсия Буду медсестрой у одной из его пациенток Как интересно Очень Потому что я буду работать с очень интересным случаем Амнезия У доктора есть такая пациентка Представляете? Да Пациентка Да Да, я пока с ней не знакома Знаю только, что она ничего не помнит И что зовут ее Барбара Вам не кажется странным, что человек может забыть абсолютно все И помнить только свое имя? У нее в памяти осталось только имя Представляете? А вас уже приняли? Нет Я как раз за этим и пришла Но мне сказали, что доктора Гарсия нет И со мной поговорит старшая медсестра Я как раз жду ее Дай бог Да, дай бог А как вас зовут? Мануэла Очень приятно Мануэла Здорово Может, выпьем кофе? Это очень заманчивое предложение Но, к сожалению, я не могу никуда уйти отсюда Жду медсестру Успокойся Я принесу кофе сюда И мы поболтаем Хорошо? Большое спасибо, это так мило Мануэла Сегодня у тебя удачный день Что сегодня будет? Боже мой, я взволнована Абиларда, мне надо присесть Андреас уже приехал? Нет, он вот-вот подъедет Господи, он так надеется на Хавьера Он умрет, когда узнает, что он беззащитен Что Хавьер не выступит в его защиту Вы уверены, что показания Исабель нам не помогут? Нам любые показания не помешают Но это не то, что нужно Это будет выглядеть как отчаяние со стороны защиты Мы не можем заменить одного свидетеля другим Да, но она знает правду Она знает, что Хавьер разоблачил своего адвоката Который отнял у него наследство Это нам поможет Мы, конечно, в очень тяжелом положении Но я не сомневаюсь, что мы должны вызвать ее А потом посмотрим, как это можно использовать Мне кажется невероятным, то, что происходит Через несколько минут удача отвернется от Андреаса А мы ничего не сможем сделать Пожалуйста, не паникуй Сейчас мы должны верить в успех Знаешь, что мы сделаем? Скажи Исабель, чтобы она готовилась Скоро ей выступать Она сказала, что придет пораньше Не понимаю, почему ее до сих пор нет Если вы что-нибудь узнаете, пожалуйста, сообщите мне Да, сеньора? Сынок, он никогда так не поступал Он никогда не выходил из дома один Меня ждут на суде Господи, что же мне делать? Если с моим сыночком что-нибудь случится, я умру Я не переживу этого Успокойся, Исабель, успокойся Наверное, он пошел прогуляться Или к друзьям Нет, 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 он не мог, не мог Он боится людей и детей Он никогда не выходит из дома один Вы же знаете Он пугливый Да, но ты же сама говорила, что когда он познакомился с отцом, то очень изменился Он стал более общительным С удовольствием выходит поиграть Боже мой Он же не говорит А если с ним что-нибудь случится? Как он позовет на помощь? Он же всего боится Хватит, Исабель Я понимаю, что ты волнуешься за сына Но не забывай о том, что тебя ждут на суде Ты очень нужна там Суд вот-вот начнется Ты единственная, кто может помочь Густаманте выйти на свободу Это твой долг И что мне теперь делать? Иди на суд, а мы поищем Хавьер Сито Мы обязательно найдем его и сообщим тебе Не знаю, но это ведь мой сын Я должна беспокоиться о нем Нет, Исабель Мы же твои друзья И потом ты нужнее на суде Вы думаете? Конечно, к тому же в Эсмеральде очень спокойно Что с ним может случиться? Все изменится Скоро все будет хорошо И знаешь, что будет? Мы вернемся с тобой на это место И порыбачим вместе Не понимаю, почему до сих пор не пришла Исабель Не волнуйся, я пойду поищу ее Да, дорогой А вот и она Исабель, что случилось? Простите, пожалуйста Хавьер Сито потерялся Где же судья? Успокойтесь, вот он Тишина, пожалуйста, тишина Сегодня мы рассматриваем дело Андреса Бустаманта Обвиняемого в убийстве Рафаэля Негретта Суд не начинался из-за отсутствия обвиняемого Но сейчас он здесь, и мы можем продолжать Пусть он войдет Пусть он войдет Вижу Хавьера Негрета Где он? Мы все хотим, чтобы он был здесь Но он исчез Похоже, он уехал Как я мог подумать Что Хавьер может измениться? Что? 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 Спасибо. Я положила тебе два кусочка сахара. Отлично, большое спасибо. Я говорю это, потому что некоторым нельзя употреблять сахар. Нет, нет, я не из их числа. У меня хорошее здоровье. Но ты пей, пока не остыла. Да, я не из них. Субтитры сделал DimaTorzok